Показатель человека не только сам намаз, но то, как он выполняет, исполняет эту обязанность, то, как он читает свой намаз. Посланник Аллаха увидел один раз, как один человек молился, и тогда посланник сказал ему, вернись и заново помолись, поистине ты не молился. Несмотря на то, что он сделал текбир, несмотря на то, что он прочитал суры определенные, сделал руку, сужуд, но однако он не обретал то спокойствие во время этого молитвы, быстро прочитал и все. Как будто он его и не читал, сказал пророк, он ему сказал, поистине ты не читал, сказал ему. Посланник Аллаха был самым богобоязненным, и особенно он был богобоязнен в намазе. И если он вдруг плакал во время намаза, выходил такой звук, то есть подобно к кастрюле, где кипит вода. Что, что касается Абу-Бакара, он был чувствительным, мягким человеком. Если как только он начинал читать намаз, читал первую суру Фатиха, сразу же плакал. Умар ибн Хаттаб, на его лице было две черные полосы, из-за того, что он много плакал. И когда он был имамом, Умар ибн Хаттаб, читал суру Фатиха, и когда дошел до слов, до аята, где Всевышний Аллах говорит, «Вся моя глубокая печаль и скорбь направлены лишь к Аллаху». Слова Якуба, алейхиссалям. Тогда он заплакал, Умар ибн Хаттаб, и все, кто за ней молились, слышали, как он плакал. Утман бака, у Али, ма салла салатен, илла ва хачи афиха. Утман, рада Аллаху айн, также плакал в своих молитвах. И Али, рада Аллаху айн, ни одного намаза не прочитал, не было у него, ни одного намаза не прошел, если бы он не плакал в этом намазе. Суфьян и Саури, если бы мы видели его, как он молился, мы бы подумали, что он сейчас умрет от того, что он много плачет в намазе. Субтитры создавал DimaTorzok